Сегодня будет такой формат видео. Я не имею возможности записать видео, как обычно это делается в полном формате, но я не хотел оставлять вас без разбора новогодней песни. Разберем сейчас в реальном времени, в таком формате, какие есть сложности, тонкости какие-то, и особенно сегодня полезно будет видео для новичков. Перед вами песня на этот сноу, и, как обычно, начинаем с тональности. К сожалению, в момент записи мало кто задумывается о том, что будет играть какой-то новичок, тем более на трубе, поэтому у сенатора в оригинале тональность не мажор. Там 4 диеза и у меня была дилемма. Начать разбирать эту тональность для вас, как для новичков, чтобы немножко вас развивать, помогать вам обосновываться, скажем так, в разных тональностях на трубе, что очень полезно и важно. Или все-таки облегчить задачу и перетранспонировать эту пьесу в фа мажор. Я решил все-таки сделать ми мажор и при этом оставить вам возможность, кто совсем, может быть, еще начинающий, или может не очень верить в свои силы, или не имеет достаточно времени для того, чтобы подготовиться к тональности ми мажор. Я оставлю ноты в описании в тональности фа мажор и упражнения подготовительные тоже оставлю в тональности фа мажор. В принципе, весь разбор, опять же, как обычно, он будет очень сильно похож, просто вы поменяете тональность и в целом там все будет довольно подходить, поэтому можете и фа мажор разбирать, но я сегодня буду рассказывать про тональность ми мажор. И особенно полезно сегодня будет видео для совсем начинающих. Я расскажу вам, как же все-таки готовиться к пьесе в новой для вас тональности. В данном случае это ми мажор, не самая простая тональность для новичков, но на самом деле это такой тонкий момент, что больше не так страшный черт, как его молюют, потому что по факту тональность ми мажор не такая уж и неудобная, и есть вообще полегче тональности, чем до мажор, но так как мы начинаем с до мажора и привыкаем к нему быстро очень, то многие даже довольно приличные музыканты побаиваются тональности с большим количеством знаков, несмотря на то, что они часто даже удобнее. Итак, тональность ми мажор. Попробую сделать так, чтобы даже новички смогли сыграть эту пьесу в ми мажоре, чтобы вы могли сыграть ее с синаторой вместе, и при этом это звучало прилично. Подготовительные упражнения я опубликовал уже, наверное, неделю назад в телеграм-канале. Если вы еще не подписаны, ссылка в описании, в закрепленном комментарии под видео, и QR-код периодически всплывает, вы можете перейти, там я вообще частенько постчу всякие разные интересные вещи, и, например, вот такие нотки, которые в YouTube не совсем форматная история, такое постить. Поэтому переходите, обязательно подписывайтесь. Начнем разбор. Как всегда, смотрим тональность. Это ми мажор, значит, здесь 4 диеза, и, значит, когда мы встречаем ноты фа, до, соль и ре, они автоматически становятся у нас диезами, если нет другого знака около ноты. В данном случае это может быть бикар, например. Тогда у нас, соответственно, не диезные ноты, а уже бикар обычные ноты. Чуть позже поясню для новичков поподробнее, и дальше пока разберем. Второе – это проходящие знаки. Один раз встречается в серединке у нас вот здесь вот, выделяем курсор, вот он для диез. Все остальное, в принципе, здесь в тональности. Что сильно облегчает задачу. Не в принципе, а все в тональности, кроме одной этой нотки. Закономерности ритмические и мелодические. По структуре у нас здесь, вы видите, знак повтора. Вначале вот он первый, и вот он второй знак. Это полностью повторяющаяся структура. Соответственно, у нас это называется А, потом опять повторяется А, потом идет серединка, вот она отсюда начинается. Это у нас Б, это у нас Б заканчивается, и потом идет опять А, предложение А. Соответственно, структура общая получается А. А, Б, А. И таким образом, если вы выучили первое предложение А, вы фактически выучили три четверти песни. Это очень важно иметь в виду. Соответственно, по факту нужно выучить, собственно, два предложения вместо четырех. И внутри, при этом внутри вот этой структуры, внутри этого предложения Б, есть свои повторы тоже. То есть там еще меньше нужно учить. Если вы это сразу будете видеть, это все сильно будет обличать вам работу. В любом случае, я рекомендую сначала хорошо выучить фрагмент А, тот самый, который максимально узнаваемый для всех, на слух. И когда вы его выучите хорошо, можно приступать к изучению части Б. Особенно, если вы новичок, это позволит вам не распыляться на всю песню и не остаться с носом в части изучения этой песни к этому Новому году, а не к следующему. Еще интересная закономерность – это скрытое движение по гамме. Довольно часто встречающаяся история, и ее тоже очень важно замечать. Если вы ее будете видеть в данной конкретной песне, то вам гораздо проще будет запомнить эту песню наизусть. Три фразы. Первая начинается с ноты Си, вторая с ноты До, третья с ноты Ре. Получается у нас гаммообразное движение, и это скрытое голосоведение. Давайте вот так-то я обозначу. Еще раз, Си, потом идем До, Два, и Нота Ре – это третий. У нас третья нота в этом скрытом голосоведении. Это что касается общей истории. Теперь давайте по частным моментам пройдемся. Если вы нормально ориентируетесь в тональности мемажор, то пропускайте часть «Разбор тональности» спокойно и переходите к следующей части. Если не разбираетесь в тональности мемажор, то эта часть для вас. Знаки в мемажоре. У нас четыре знака в мемажоре. Фа диез, До диез, Соль диез, Ре диез. Мы выяснили, что проходящих нот здесь только одно, это Ля диез в части Б. Но знаков в самой тональности аж четыре. И в этом часто страх у новичков. Какая-то куча нот с новыми клапанами, мы привыкли к До мажору, все остальное ужас-ужас. Именно поэтому потом бывает многие даже довольно крепкие музыканты, побаиваются гамм с большим, чем два количества знаков. Хотя некоторые из этих гамм на самом деле сильно удобнее того же До мажора, как я уже сказал. Наша задача простая на сегодня. Перестать пугаться и просто привыкнуть со временем к новой для нас тональности и к этим диезам в этой гамме. И сразу начну с одной очень интересной особенности гаммы ми мажор. И покажу вам, что она легче, чем кажется, как минимум чуть-чуть хотя бы. В диапазоне этой песни от Си малой до Ре диеза, второй октавы у нас здесь диапазон, в гамме, в тональности ми мажор, все ноты абсолютно всегда у вас будут зажат второй клапан. То есть когда мы играем Си, Ля, Соль, Фа, Ми, Ре, До, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До, Ре, Диез. И только ми второй октаве, второго второй октаве будет браться открыто. Но при этом она у нас здесь не встречается. То есть вы с удивлением обнаружите, что только нота Ля диез, которая у нас в той самой части Б, единственная нота, которая здесь берется без второго клапана. Все остальные ноты берутся здесь со вторым клапаном нажатым. В целом по этой теме вообще гаммы, тональности. Советую посмотреть два видео про гаммы и видео про тональности у меня на канале. Ссылки все будут по всплывающим подсказкам. Там как раз я объясняю, почему нужно играть гаммы, как это делать легче, как разбираться проще в тональностях. Это все полезно очень для новичков. И если вы не знаете эти темы, то и вы не новичок, при этом все равно очень полезно. Потому что если мы знаем закономерности, очень сильно это все облегчает процесс обучения. Итак, возможно новые для вас будут нотки. Если вы в тональности до мажор только пока ориентировались, ноты Фа диез. Давайте лучше на песню перейдем. Здесь встречаем у нас Фа диез. Раз. Берется вторым клапаном. Дальше До диез. У второй октаве, вот он, например. Мы его берем первым, вторым. Здесь, например, тоже До диез. Везде. Первый октаве берется всеми тремя клапанами. Дальше Соль диез у нас вторым, третьим берется. Вот, например, Соль диез. Вот Соль диез. И Ре диез. Вот есть, например, во второй октаве он берется вторым клапаном. А в первой октаве, например, здесь. Или вот здесь тоже пропустил. Тут вот. Он берется вторым-третьим, сочетанием клапанов второй-третьим. Это все потихонечку вы привыкнете, просто начинайте с гаммы. Если вы с гаммы начнете это изучение, это тоже довольно быстро все вы привыкнете, и проблем не будет. Главное, гаммы упражнения, а потом уже это все в пьесу будете включать. Поэтому обязательно скачайте упражнения, если вы в гамме не ориентируетесь. Еще для новичков важно, здесь у нас октавный интервал, вот этот вот. И вы можете эту ноту си внизу не играть, поэтому я ее в скобки поставил, потому что это довольно сложный для новичка интервал. Никак он сильно не повлияет на узнаваемость пьесы, при этом вы сможете сыграть довольно комфортно с нотой си в первой октаве, это будет попроще. Здесь уже вам будет легко, потому что вы к ней спуститесь, и потом с нее же пойдете выше, это будет проще. Это тоже имейте в виду. Перейдем к упражнениям, которые я для вас сделал. Первым делом, когда вы начинаете изучать новую пьесу, нужно начать с проигрывания гаммы. Здесь я гамму не написал, но написал гаммообразное движение. Первое, чтобы вы могли начать с чего-то для вас удобного, потому что гамму надо с нижней ноты начинать, это не всегда удобно. Здесь еще бы хорошо бы с нижней ноты совсем начать. В данном случае мы начинаем со среднего регистра и заканчиваем в среднем регистре. Поэтому поиграйте вот эту вот фразу. Она очень полезна для того, чтобы прочувствовать тональность. Как видите, здесь опять же ни одного проходящего знака нет, потому что мы в тональности. Все вот эти значочки, мы автоматически подставляем нотки, к ним подставляем диезы. Если вы все сделаете правильно, и технологических препятствий в этом диапазоне на трубе у вас нету, то дальше все попадет гораздо быстрее и проще. Довольно безболезненно. Упражнения для этой песни в тональности в и мажор и фа мажор будут либо в телеграм-канале, если вы уже подписались, либо в описании, в закупленном комментарии. Опять же, я их тоже оставлю ссылку на эти упражнения. Итак, первая фраза у нас. Это половинка от гаммы. Если вы в упражнение зайдете, вы увидите как раз вот это движение. Например, вот здесь. Селя соль фами. Или здесь селя соль фами. Именно поэтому я составил это упражнение. То есть, если вы поиграете в подготовительное упражнение, вы уже будете на очень большой процент готовы к этой пьесе. Будете готовы играть. Селя соль фами у нас идет по гамме. Потом спускаемся на первую ступень ноту си. Вот это вот ми, си и потом фа. Тоже полезно поиграть отдельно. И вот оно здесь у нас есть вот этот ход. Тоже самое вы в упражнении его можете поучить. Дальше. До селя соль фа. Это тоже полугамма. Ре до селя соль фами. Если мы возьмем нотки без повторения, вот здесь тоже гаммообразное движение. То есть, опять же, когда вы все вот эти упражнения поиграете, вы фактически на большую часть уже выучите эту первую фразу. Селя соль фами. Вот оно упражнение как раз на эту историю. До селя соль фа и ре до селя соль. Это подготовишки упражнений. И здесь мы, собственно, потом играем целиком эту фразу, как она написана, только в более спокойном размерном темпе и ритме. Все. В этом вся история, собственно, первого вот этого кусочка предложения, которое, напоминаю, повторяется здесь аж три раза. Если вы выучили эту первую фразу, у вас получается играть, попробуйте сыграть ее под минусовку. В конце я играю эту фразу, это предложение первый раз, и потом второй будет пустой. Вы можете сыграть вместе со мной и посмотрите, насколько хорошо вы можете сыграть под минусовку. Темп точно такой же, как у Фрэнка Сенатора. То есть, если вы можете сыграть после меня это предложение, значит, вы можете с Фрэнком Сенатором очень здорово, красиво сыграть, кому-нибудь своих друзей или близких порадовать. Ну, или себя. Еще один момент по ритму давайте разберем. Здесь у нас идет... Вот эту вот ритмическую фигуру. Я попрошу вас несколько раз потонировать, потому что, в принципе, кроме нее здесь ничего особо сложного нет. Конечно, вы, опять же, на слух сыграете очень спокойно, но для дальнейшего самообразования или образования в целом полезно вот эту структуру понимать. Она очень часто встречается в эстрадон-джазовых вещах. пьесах, поэтому вот это движение... То есть, вот эта восьмушка, и потом вы уходите чуть раньше в первую долю в данном случае, или в данном случае во вторую долю, неважно, в следующую долю вы уходите чуть раньше. Вот этот вот ритмический фрагмент потренируйте, можете любые нотки поиграть. Здесь тоже везде это будет. Вот видите, здесь тоже фа-диэс, вот раньше. Та-дам! То же самое. Тут такая же ритмическая фигурация. Здесь, здесь, вот она тоже. В общем, везде это будет ритмическая структура, поэтому ее обязательно потренируйте. Дальше переходим к части б. Вот она, часть б. По структуре здесь тоже. Ре-ми-фа-соль-фа-ре-си-фа. И здесь, смотрите, ре-ми-фа-фа-соль-фа-ре-си-фа. То есть, здесь первая фраза. И третья фраза. И третья... Как трешку-то нарисовать? Вот она, третья фраза. Они абсолютно одинаковые. Соответственно, вам нужно выучить первую фразу. Вторую фразу. И четвертую фразу. Здесь я тоже давал упражнение. Я написал на технику пальца. Здесь упражнение по факту. Это упражнение было ровно вот для этого фрагмента четвертой фразы. Для того, чтобы вы потренировали этот ход, и потом у вас с ним не возникало никаких трудностей. Поэтому учите первую фразу, смотрите вторую. То есть, в принципе, тоже ничего сложного нет. Вот ре-фа-ми, это такое заполнение терции. Ничего здесь сложного для вас нет. Самые большие сложности в этой части могут быть с последовательностью клапанов. Но в целом, если вы просто их поиграете, и уже ориентируетесь в тональности, если вы все эти упражнения поиграли, то это тоже никакого труда для вас не составит. Интервалы. Есть интервалы. Тут ничего нового не придумаешь. Здесь нет особых каких-то закономерностей, кроме вот этих гомообразных движений, которые мы уже с вами прошли. Посложнее, скажем так, по движению. Не такое структурное гомообразное движение, хотя здесь тоже, например, вот это гомообразное по факту движение. Но тут все-таки интервалы встречаются. Поэтому ваша задача, просто берем кусочек, например, вот этот. Ре-ми-фа-соль-фа-ре. И отдельно его учим. Дальше. Си-фа. Отдельно учим. И потом объединяем целиком. И играем целиком этот кусочек. То же самое здесь. Вот здесь, смотрите, тоже гамма. Если вы видите гамму, все, опять же, вы уже в этой гамме ориентируетесь за счет предыдущих упражнений. И вот этот момент с ля диезом. На него тоже обратите внимание. Здесь у нас ля диез везде. Все ноты ля, они будут здесь диезами. Вот здесь уже ноты ля будет обычный. Если ничего другого не написано, проходящий знак распространяется на такт. Соответственно, все ноты ля, которые после вот этого ля диеза, если не написан бекар или любой другой знак, то это значит тоже ноты ля диез. Вот это тоже имейте в виду. Часто новички этот момент пропускают. Иногда это незаметно звучит, и люди так и играют. Иногда это очень грязно звучит, и люди не понимают, что происходит. Поэтому вот этот фрагмент момент имейте в виду. И дальше у нас опять часть А. А ничего нового здесь мы уже не встречаем. Здесь у нас только единственное, что вместо двух восьмушек, как в начале, у нас здесь четвертная нота. Ну и, соответственно, нижнюю ноту тоже. Можете играть, можете не играть. Это зависит от вашего уровня. Посмотрите. Значит, си, ля, соль, фа, месь, и все. Это единственное исключение. Это вместо двух восьмых у вас здесь четверть. Дальше все абсолютно одинаково, и заканчивается пьеса абсолютно так же тоже. Теперь давайте сыграем эту пьесу вместе. Я сыграю часть А, потом вы сыграете часть А, потом я сыграю часть Б, и так как она не повторяется, вы можете просто со мной эту часть Б сыграть. Опять же, если вы до нее доходите, то у вас уровень уже немножко повыше, и вы можете скачать минусовку, которую я тоже в описании, в закрепленном комментарии оставлю. И, соответственно, уже без меня этот вопрос решить, сыграть. Также вы можете абсолютно свободно на YouTube просто написать «Фрэнк Синатра, let it snow», и играть под плюс вместе с Фрэнком Синатрой. Потренируйтесь. Я думаю, что это будет даже здорово и симпатично. Просто куда-то приходите, опять же, к друзьям, к знакомым, или они к вам приходят, и вы просто включаете YouTube, и вдруг играете пьесу. По-моему, это очень круто. Так что счастливого вам Нового года, и давайте попробуем сыграть эту пьесу вместе потренироваться. Музыка. 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 Продолжение следует...